Перед просмотром этого видео я хочу вас попросить, если вы из России, скачайте, пожалуйста, программу VPN и поставьте в местоположение Норвегию, Германию, Канаду или США. Это будет огромный вклад в наш канал. Всем большое спасибо за помощь. Сразу предвкушаю следующий вопрос. Ты что, против России? Хочу вам объяснить. Нет, совсем нет. Я не против какой-либо страны. Я люблю весь мир. Но YouTube внес свои коллективы в связи с некоторыми событиями в мире. И теперь он не платит за российские просмотры. В связи с этим мой доход упал. А YouTube канал это моя работа. Пока он приносит мне доход, я буду снимать для вас видео и радовать вас. Как только доход упадет, я уйду с канала. К сожалению, любая работа должна оплачиваться. Чтобы помочь мне заработать на моей работе, прошу вас скачать программу VPN и поставить в любую из стран. Норвегию, Германию, США или Канаду. Это будет огромный вклад в наш канал. Мы всех очень сильно любим. Всем привет, девочки! Я накрашенная сегодня, видите, с укладкой. Но у нас уже вечер, уже как бы укладка не такая, как была с утра. Я вам ставлю фотографии, какая она была изначально, какой был макияж. Я уже отлепила реснички наклеенные, которые, знаете, пучки клеят. Вот. Я сегодня работала моделью. Я часто подрабатываю моделью. Ну, не часто, но бывает. Вот. В фотошколах, на воркшопах. Вот. Также для фотографов. Вот. Сегодня ходила. Так что вот такая вот я сегодня. И, значит, пользуясь тем, что я накрашена, я решила поснимать всякие шорцы для вас. У меня здесь, видите, лежат малыши, все карандаши. Вот. И мы с ними снимаем шорцы. Я уже жду быстрее, когда я это сниму и пойду смывать это все с себя. Расчешусь и улявусь, потому что у меня болит голова. И на самом деле, вы знаете, вот как говорят, блогер, это не работа. На самом деле это работа. И вы попробуйте быть блогером. Точно так же и модель. Это тоже тяжело. Это кажется, что фигня там, стоять, попозировать. Но вы сначала попробуйте, а потом говорите. Плюс еще очень душно. Вот. И я прям уже не могу. Прям очень-очень жарко как-то. Невыносимо. У меня, блин, голова, поэтому я хочу уже побыстрее лечь спать. Что ты сказал, Никита? Что? Предлагай Никите снять совместное видео, а он мне сказал, что 400 тысяч подписчиков это мало. Что когда у меня будет миллион, тогда он со мной снимется в видео. Да. Да, Никита? Да. И такой у меня муж. Замешай мне виноградок. Так он же помыт, его только в тарелку положить. Сейчас положу. Мы сегодня купили вот такую вот бутербродницу Polaris. Вот. Здесь у нас аж пять насадок. Они где-нибудь здесь интересно изображены. Или нет? Да, вот орешки. Вот. Но я вам завтра уже досниму обзор, потому что это видео будет для нескольких дней. Сейчас мы ему винограды дадим. Вот. Такой вот у меня муж. Мне хочется сниматься. Я ему предлагала сняться. Говорю. Он у меня просто спрашивал, закончила ли я съемки свои. Я говорю, наверное. Вот. Говорю, иди ко мне снимемся. Он говорит, нет. Сколько у тебя подписчиков? Я говорю, 400 тысяч. Кстати, сегодня у меня на канале 400 тысяч. И поздно уже я это увидела. Я бы могла при макияже сняться, да, там с каким-то тортиком. Но я бы увидела. К сожалению, не знаю. Может быть, снимусь. Может быть, нет. Посмотрим. Так, у нас уже следующий день. Я делаю первый наш бутерброд тестовый. Но Никита попросила на работу. Он, правда, уже спит. Прямо на 20-26. Вот. Хочу вам показать, значит, какие здесь сетки и насадки. Мне хочу распаковывать. Покажу. Так. Это не то. Вот это вот. Вот оно. Значит, для орешков. Гриль. Вафли. Тонкая вафля. Ну, это вот такая, знаете, которая скручивается в трубочку. Можно сгущенкой наполнить. И сэндвичи. До этого у нас были только сэндвичи, вафли и гриль. Вот. И плюс эту бутербродницу можно якобы вертикально хранить. Но я не знаю, как это связано. Потому что предыдущую, я не знаю, можно ли было хранить. Я тоже хранила вертикально. Ну, конечно, оно не закроется. Очень толстый. Прямо вот. Ну, то есть, если я зажму, он и так вытекло. Е-мое. Прямо вот. Всем привет, девочки. У меня уже новый образ. У нас сегодня была новая фотосессия уже. У нас была фотосессия с моей любимой мамочкой. И я вам после этого вставлю кадры. Вот как она у нас проходила. У меня вот такая вот. Ну, она уже немножечко тут развалилась. Ну, вот так. Ну, в целом было вот что-то вот такое. Вот с такими вот прядями. Ну, так как у меня волосы длинные, да, то такие пряди необычные. Обычно они вот такие вот где-то по длине. У меня они вот такие вот. Ну, я так фотографировалась. И вот так вот. Макияж у меня, видите, поярче в этот раз уже такой. Опять я моделькой была. Она визажистка сказала, что возьмет меня моделью на косы, потому что безумно ей нравится. Вот. И так же, так же, так же, так же девчонки, которые нас фотографировали. Мы к ним ходили с Никитой моделями. Вот. Она тоже сказала, что нужно меня в винограднике везти, потому что похоже на итальянку. И хотят меня тоже моделькой взять опять. Вот. Так что подрабатываю моделью иногда на самом-то деле. Такая вот у нас история. Я вот смотрю, знаете, интересно, это либо я так. Мне кажется, она неровно провородила. У меня ровнее было провородить. Почему она его как-то скосила? Может, мне так кажется. Но мне кажется, неровно. Теперь ножки давайте. Продолжение следует... Вот. Я сейчас делаю шарлотку. Делаю шарлотку по просьбе моей мамы. Смотрю, чайных домохозяек, так как мы завтра едем в гости в другой город к родителям моего отчима. Мама попросила сделать шарлотку. У меня тут плечо намазано ее дом. Вот, прыщики. Да. Так что я хочу еще сделать шарлотку и немножечко поснимать видосик, пока еще такая вот при макияже. Мы катаемся с Никитой. Никита, говорю, всем привет. Никита. Что? Говори. Что это? Затянул меня. Я боялась. Он меня заставил идти. Она к этой педали не хочет. Я боюсь больших сомов, которые вот такие, как в Припяти. Они же ожирут людей. Я боюсь, что нас тут съест сом. Рулить будешь или не рули? Нет, ты рули. Мы уже пришли домой с Никитой. Вот, зашли еще в магазин, но их с родителями встретились. Вместе приехали домой. Мы живем рядом, кто не знает, через дом. Вот, у нас уже вечер, темнее. Никита пошел в душ. Он сегодня идет в ночную смену, поэтому я остаюсь одна. Показал вам, что мы купили. Немножко, на самом деле. Ой, боже мой, купили. Значит, вот такой какой-то десерт. Трискейк чернично-лавандовый. Вот, ток купили какой-то. Маленькая такая упаковочка. Это одна вода Никите на работу. Одна домой попить. И вот такое вот ведро купили. Это драники. Значит, туда вбиваешь яйцо и жаришь. Это уже готовая картошка. То есть, жарить. Мы любим такие, чтобы не тратить время. Уже, Никите, тут собраны бутерброды на собойку. И закрываем. Катамаран мы, кстати, брали на полчаса. Покатались мы 10 минут. Потому что забились у нас ноги и тяжело. По течению мы плыли быстро, против течения мы чуть доплыли. Реально, мы чуть доплыли. Просто я уже думала, мы не доплывем. А потом Никита вылазил. Ну, вот, понимаете, вот мужчина, да, вылазил. Значит, он же весит много. Он действительно много весит. Он очень накачанный стал. Он наел массу. Ну, это не значит, что он топ. Это значит, что, ну, как бы... У него была физическая работа. Вот, очень серьезная. И он вылазит из катамарана, а я остаюсь. Я думала, я пойду на дно. Потому что вот эта лодка наклонилась. Я думала, уже там все. Там уже почти зачерпнулась вода. Я говорю, ну, надо было сначала, чтобы я вылазила легкая. И там уже, значит, пришел этот хозяин. Говорит, ой, ну, что вы так рано вылезли. Мы говорим, все, мы уже накатались, все. Закивать. Пока. На ночной замок. Пока. Не, а как ты утром зайдешь? А, ну да. Ну. У нас просто есть замок, который, если закрываешь, его снаружи не откроешь. И я на него, ну, всегда закрываюсь. Но Никита вот сейчас ушел в ночную. Получается, что он утром придет, он открыть дверь не сможет. Поэтому. Кстати говоря, сейчас я вам покажу, значит, свой фетиш. Очередной. У меня, у меня, у меня. Сейчас я вам покажу, смотрите, книги. Значит, я собираю детские книги. Покупаю всякие, которые мне подворачиваются на Валдберрисе по хорошей скидке. Снегопады, снегопляс. Ну, это вы видели. Это новогодняя. Тут, видите, в основном они запакованные. Дальше. Очень хорошие книги. Что делать, чтобы быть здоровым? Более сорока окошек. Ну, тут не совсем понятно будет. Я вам сейчас покажу, например, о другой книге. Я одну открывала, чтобы смотреть. Вот такие вот окошечки здесь. Видите, вот. Какая красочная, красивая книга. И вот. Если успеваете, можете почитать. Окошки я все открывать не буду, естественно. Оставим это для нашего ребенка. Вот я одно открывала, значит, про зебру. Вот. И здесь такой же принцип. С этими книжками. Это вот, что делать, чтобы быть здоровым. Никита меня отвлек, кто-то писал. А, так вот. Животных я вам показала, значит. Вопросы и ответы для маленьких почемучек. Это у нас вот Робинс из Дании. Потом Мое тело. Вопросы и ответы для маленьких почемучек. Более тридцати окошек. Потом Мой мир. Тоже с окошками. Почему? Мой мир. Такие хорошенькие вот эти вот афроамериканочки. Тут я не могу прям. Жили-были дети книга. Новогоднее письмо. Книга. Самый смелый хамелеон. Я все книги читаю заранее. Ну, то есть смотрю их содержание. Обо что я не покупаю. Также читаю отзывы. Как малыш Роби спасал океан. Твоя любовь всегда со мной. Это я покупала еще прошлой зимой. Мне просто такая новогодняя. Безумно мне понравилась. Так, и вот это. Не обнимайте меня. Это я почему-то очень захотела купить. Потому что я вам расскажу. Потому что я абсолютно нетактильный человек. Я надеюсь, вам там видно. Я просто книги назад хочу сложить. Я абсолютно нетактильна. То есть у нас даже в этом вопросе с Никитой есть некоторые нюансы. Потому что он очень тактильный. А я нет. Я не люблю, когда меня гладят. Я не люблю, когда мне трогают волосы. Я просто терпеть не могу. Когда-то трагиваются на моих хвостах. Мне просто неприятно. И поэтому я решила купить такую книгу будущему ребенку. Чтобы, ну, если он будет таким нетактильным, как я, чтобы можно было ее почитать. Ему, возможно, это как-то разъяснит ситуацию. Я посмотрю, на кого будет похож. На Никиту или на меня. Я даже не знаю, как лучше. Ну, ребенок, это, конечно, другое. Но я, в принципе, не тактильная. То есть я очень редко. Я могу повниматься с Никитой, с мамой. И то изредка. Я не люблю этих всех вот таких вот... Именно обниманий. Не то, что нежности. Просто обниманий. И тактильная. Редактор субтитров. Продолжение следует...